Друзья, всем привет! Это Маргарита, вы на канале Наш Любимый Питомник. Сегодня мы будем мыть малыша. Первый раз. Не, хотя они уже мыли совладельцы, да? Да, они мыли его. Но мы будем его мыть первый раз. Покажем вам тоже, как его сушить. В прошлый раз спрашивали в комментариях, как сушить шпица. Сегодня мы вдвоём с Ариэлом, поэтому вам покажем, как это происходит и какой у нас фен для собак специальный. Ну что, малыш, будем купаться? Давай. А, скажи, страшно, что там. Оп. Что там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спокойно, спокойно. Королева драмы просто. А-а-а-а. Что тебе это неприятно? Там же тёпленькая водичка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну всё, прям. Обидели малыша. Мы специально набрали воду в раковину, чтобы малышу не было страшно. Когда вода течёт, им обычно более страшно. Ну так вроде нормально сидит. Ну так и первое впечатление у него было такое. Типа, если я попищу, может быть, вы меня отпустите. Маленьких всегда быстро мыть, да? Это только большие, когда они шерсть всё обрастают. Их пока промоешь, так, пока намочишь. Ну, маленького раз-раз и всё. Красавчик. Ну, тускай у него мягкая шерсть, да? Красивая такая. Мы купили новый шампунь. Я в России купила для длинношерстных пород. Нам сказали, что это очень хороший шампунь. Его используют в салонах груминга, поэтому решили попробовать. И он концентрированный орел. Я его там тру чуть-чуть. Лей-лей-не-жалей называется. Но нужно, знаешь, как было сделать? Здесь мыть в одной раковине, а в другой ополаскивать. В чистой воде. А корок у тебя есть? А тот не подходит? За таза, за тачка. Маленький. Маленький. Как на автомойке. В одном месте намыливаемся, в другом смываемся. В себе маленький такой, когда ещё мокрый, так вообще. Половина собаки остаётся. Что там маленький? Что там? Смотри, здесь лыз, а в воде пушистый. Лап, смотри, пушистый. Ай-яй-яй-яй-яй. Что они там? А, сэфик. Потому что они друг друга в грязи, блин, топчут. Здесь габи ждёт, стоит. Что, ты тоже хочешь мыться? Не волнуйся, тебя тоже это ждёт скоро. Дааа. Дадим. Лизун. самое главное нужно шпицы хорошо намылить а потом хорошо сполоснуть и когда после мойки нужно обязательно просушить знаю некоторые тоже пишут что они сушат просто полотенцем это натурально но лучше высушить если у вас нет специального компрессора как у нас то можно даже обычным феном только не очень горячий воздух чтобы был и спокойно просушивайте шпицы тогда шерсть будет яркой блестящей и будет выглядеть здоровой натуральный лучше не сушить хомяк я могу когда-нибудь такие мокрые вот такие глазки бедные да скажи замучили тебя ой так страшно вроде не дрожит это большие страшно тоже почти помыли теперь освоился на согрелся ушки вроде чистые смотрели там ну чуть-чуть тампончиком ватным протрем так что стыд летучее вышло что ты издеваешься над собаками гремлин что ты за дикобраз ты сделал не издевайся над собаками вот друзья мы уже помылись теперь будем сушиться у нас вот такой вот агрегат называется tools 2 grooming это компрессор специально для собак я видел даже многие в груминг салонах у них тоже такие вот компрессоры именно у грумеров нам нравится он хорошо сушит быстро только единственный минус он шумный очень вы сейчас думаю услышите давай подержу что вы сейчас вы что вы вы смuit Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ну вот, друзья, я думаю, покажу вам процесс сушки в ускоренном режиме, а здесь вы видите конечный результат. Мы голову не до конца высушиваем, потому что, как вы видели, малыш, да, им не очень нравится, они боятся, когда им на голову прям такой поток воздуха. И это ещё учитывая то, что мы вот отсюда сняли насадку, чтобы воздух был не такой сильный. Потому что здесь ещё есть такие насадки узкие, и тогда вам прям сила даёт воздух. Но это только для взрослых, и то мы взрослых делаем с обычной насадкой. Вот такой вот результат. Здесь немножечко недосушили, на этом сейчас расчешем. И получился такой опять медвежонок. Немножко боится. Малыш! Эй, всё хорошо. Вот видите, голова чуть-чуть влажная. Мы её высушили насколько могли. И я обычно тоже в уши не стараюсь, чтобы не попадало. И когда мы сушим голову, стараемся прикрывать уши, да, допустим, чтобы вот так вот. Чтобы не попадало в уши такое количество воздуха, тогда собака боится меньше. Но всё равно, конечно, процедура не очень приятная. И нужно, чтобы они привыкали к этой процедуре самого маленького возраста. Вот так вот, так же наш малыш уже готов. Последний у нас этап. Мы прыскаем парфюмом. У нас специально есть парфюм для собак. Я уже в одном видео её показывала. И всё. И чистая, вкусно пахнущая собака.